Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Сейчас, минутку, подождите. Все в сборе. Распутывается. Хорошо, хорошо. Хорошо, подожди. Что-то непонятно тут. Вы меня видите, нет? Да, мы вас видим, но у нас, похоже, связь плохая. Ну ладно, это может быть такое. Да, да, да. Сейчас не видно, да? Да. Да. Видно, видно. Но не четко. Не четко видно, видно. Надо же так. У вас что-то сильно свет падает. Вот на Юлю свет сильно падает. Выключи. А то только белое остается. Хорошо? Ладно, хорошо. Хорошо. Все, во. Ага. Как у вас неделя-то прошла? Игнатиц, ничего, ребятишки вот у нас заболели. Пока двое школьников, которые... Кашель, насморк, температура. Иван и Таисия. Да у нас частенько из школы приносят. Там всегда какая-нибудь инфекция ходит. Да это не страшно. Да. Ну как неделя? Только что про вас смотрели ролик. А какой? Неделя прошла. А вы там епископ, священники к вам приезжали. Вы их там ему разума учили маленько. Вот сейчас последний... Это летом. Это было летом по... Понятно. Восьмой месяц. Я вот сейчас выставил собрание, все, и последний выставил. У меня пятьдесятник зашел тут, беседовали. Такая хорошая беседа. Все, нет. Тоже вы... Вы их не все ролики-то смотрите. За нами не усмотришь, наверное. Да, посмотрим, посмотрим. А вот мы еще, знаете, что плохо разбираемся в компьютере-то. Вот вы написали нам про ссылку о лагере Стани. Я что-то так ничего и не нашла. То ли я не умею искать, не знаю. Под нашим роликом, вы сказали, дали ссылку о лагере. Только нажми, и все, и оно будет... Почему же не открылось-то? А вы можете просто... Ну ладно, посмотрим. Ну еще... Зарядить сайт Игнатия Лапкина. Больше ничего не надо. И оно откроется. Или форум тоже так же. Так, ну как неделя-то прошла? Угу. Ладно. Да, так все нормально. А что именно интересует? Так у нас вроде все нормально. Какие у вас, какие разговоры, настроения? Несколько вопросов. Слова непонятные. Настоение-то то так, то так. Чего бы... Еще раз, непонятно. Чего-то связь у нас плохая сегодня. Плохо. Мои слова... Обрываются слова совершенно. Ммм... Плохо. Понятно. Жалко. Плоховато что-то. Мы видим вас плохо. Стала обрывается. А я вас вижу хорошо. Ну вот... А вы нас хорошо слышите? Нормально слышу. Да. Игнатий Тихонович, а вот в деревне, кроме вот этих вот пяти правил приема, да, вот если приезжаешь... А какой устав вообще у деревни? Есть он какой-нибудь? Ну, я вам его выставил, вы его не прочитали. Понимаете... Устав? Устав? Устав вам выставил там. Устав? Книга там, на сайте, для слова Божия нет уз. На сайте. Так. И там устав деревни, весь устав. Устав. Можете не интересоваться. Устав. Так. Я вам устав прямо здесь внизу напишу. Под этим роликом, устав напишу. Под этим роликом. Да, вот хорошо. Так нам будет лучше. Да, лучше. Комментарии. Да, спасибо. Комментарии. Вот. В уставе что сказано? Допустим, огонь без разрешения нельзя нигде разводить, когда жгут старую траву. Нужно всех предупредить. Ага. Чтобы не было где-то. Горющее смыло. Ну, ну, понятно. Да, руки, которые в мазуте. В озере мыть нельзя. Чтоб вода была всегда чистая. А. Скотина, чтоб по деревьям не бродила. Понимаете. Скотина, не бродила. Она должна быть дома у тебя, не по чужим огородам. Ну, понятно. То есть, устав весь... Ясно. Так составлен, чтобы у тебя было хорошо. Чтобы собака у тебя зря не лаяла на кого. Никого нет, она лает. А то у нас не положено. У нас такая собака. Именно такая. Вот именно, чтобы она не лаяла. Но у нас ничего не лаяла. Вот потому что у нас поют птицы. У нас, видите, птицы поют. Тишина. Она будет лаять, людям будет мешать. У нас устав, чтобы людям было всем хорошо. Вот. Жена не имеет права... Слушайте. Жена не имеет права делать сделки какие-то денежные без разрешения мужа. Я это и не умею. Ну, вот. Ну, это там уставе все сказано. Вот. Если посторонний появился в деревне... Все поняла. Хорошо. Вот. То есть все, чтобы было по согласию. Вот как. По согласию чтобы было. Куда поедет, допустим, думали в город ехать. Они обязательно забегают к батюшке, чтобы отец Ахим знал, и чтобы благословил и молился. У нас не разрешается брать у государства в банке деньги. Хорошо. В банке занимать деньги не разрешается по уставу. Ну, это... Потому что ты тысячу возьмешь, а будешь полторы платить. Полторы платить придется. Вот так. Полторы. В уставе нет нищего такого, чтобы... Да, у нас ситуация какая. Ну, ну. Говори. У нас ситуация какая. Мы, в общем, духом так готовы переехать. Да. Вот надо бы дом продать и можно, в принципе, переехать. Вот если как Бог управит... Сколько? Сколько вы возьмете за дом? То без денег-то как-то... Ну, понятно. За дом сколько возьмете? Да вот мы думаем, может быть, тысяч шестьсот-семьсот. Вы корову за эти деньги купите и дом, и все у вас будет. Сразу, конечно, корову надо покупать. Да, ну вот и надо бы. Ну, вот так. А вот мы, знаете, что еще думаем? У нас ведь вода-то в колодце... Вода в колодце кончилась. Купят ли у нас его вообще? А-а-а. Так его надо колодец в глубже сделать. Да может, будет вода. Да может, будет. Так вот надо, надо. Мы уже с Алексеем чистили один раз колодец, и толку мало. Ну смотри-ка. Надо еще раз пытаться. Понятно. Да. Да может, весна даст воды. Ну, неизвестно. Пока плохо. Весной вы должны быть здесь уже. У вас другой колодец будет. Ваш колодец уже в Потеряевке. Так, мы вот о чем говорим. Хорошо. Это ехать далеко. Это деньги большие. Нужно так. Это мы так подумали, а вы уже сами решите. Вот какое дело. Чтобы один из вас поехал, сам все на месте осмотрел. Не так, чтобы приехал, а потом не понравилось. Но назад, чтобы он уже не ездил. Это туда-сюда это деньги. А кто останется, чтобы он один мог собрать ребятишек и приехать. Один. Вот так надо подумать. Потому что это большие деньги. Да, да. И ехать неудобно с пересадками, если на поезде. Лучше заказывать машину. Ну да. Мы-то думали как. Может если дом продастся, значит деньги будут. То есть машину заказать. Там хоть и вещи какие-то можно взять в эту машину, загрузить. И самих перевезти. А поездом-то, то есть с собой уже ничего не возьмешь поездом. Так это отдельно контейнер посылают. Контейнер на Барнаул. Большой контейнер. А контейнер-то он как-то пойдет? Он же прямого рейса нету туда на Барнаул? Как нету? Это прямая дорога с Ярославля. Он идет через Москву или с Ярославля на Новосибирск? По стране они должны доставить в Барнаул. Вас уже не касается какие пересадки. Это одна страна. Ага. Они обязаны привезти. Они сделают перегрузку и повернут на Барнаул. Мы в Барнауле тут его снимем. Разгрузим. Контейнер отдадим. А отсюда уже машинами рядом 150 километров. Это не так и далеко. 150 километров от Барнаула. Это переезд непросто. Вот казахи, казахи, они говорят, казахи говорят, вот ты говоришь, я бедный, вот начни переезжать и ты узнаешь какой ты богатый. Тип-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Это точно. Откуда все взял? Вот так. Игнатий Тихонович, у меня… Говори. Я, знаете, хотела додать вопрос по Евангелию. Вот я читаю, не духовный вопрос, а вот чисто такой вот по дням недели. Никак не могу понять. Вот читаем, что Христа в пятницу распяли, а за пятницей следует суббота. Пятница пятый день, суббота даже по заповедям день седьмой. Почему тогда она следовала за пятницу? Это у нас называется пятница, а у них она называлась шестой день недели. Это по-русски пятница. Это у нас пятница. А у них? У них называется шестой день. А суббота седьмой. Ясно. А у нас воскресенье первое, первый день недели. Первый. Понятно. Вот у нас воскресенье, по-славянски воскресенье называлось неделя. Неделя это не семь дней, а сам день называется воскресенье. Это не сам день. Да, 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 сам день. А за ним за неделю, понедельник. То есть за недельник. За воскресенье, который назывался неделя, идет воскресенье. Следующий, за недельник. То есть понедельник. Вот, а который называется... Теперь понятно. А вторник, он называется... Это у русских такой календарь был. А в еврейском языке он не так. Первый день, второй... Вот я и... Вот, а уже вторник, это третий день недели. Третий. Понятно. Вот теперь понятно. У нас четверг, четвертый. А у них этот день пятый называется. У нас неправильно русский. А мы вошли в еврейскую веру. Это от еврея уже нам пришло. Вот, и поэтому наш календарь, название не сходится. Не сходится. Угу. Все, ясно. А нам-то докуда? До Барнаула конечную остановку делать? Или туда дальше есть? Электричка, автобус или еще чего? Нет. Если уже когда ехать будет... Я вам маршрутку разве не высылал? Нет, высылали, то там автодорогой. С автодором. И потом... Я не помню, что ты. Ага. Слушайте. Вот батюшка звонит. И говорит, чтобы вы сейчас дали адрес и телефон. Он с вами переговорит потом. Вы мне сейчас... Хорошо. ...кинете адрес и телефон. Я с ними как раз разговариваю сейчас. Ты там посмотри, когда нападает снег будет таять. Запишите. Запишите. Это как простали на большие, мне сообщите. Приеду. Запишите. Запишите. Ну и хорошо. Хорошо. Я с ними как раз и говорю сейчас. Мы сейчас с общением с этой семьей. А, хорошо. Ну да, да, да. Отлично. Так, вы можете даже сказать. Он посмотрит ролик и это увидит. Адрес свой назовите, засчитайте сейчас. Ярославская область, Пашихонский район, деревня Ильинская. Так, телефон 8903. 903. 638. 638. 30, 42. 30, 42. Вот. Да. Можно еще на всякий случай. Может еще дать один? Давай. Дай мой телефончик. Давай. Да, сейчас у меня он дочь подаст телефон. Телефон дайте. А так а я его помню. Не помню. Да. 905, 905, 135, 135, 26, 23. И 23? Да. 26, 23. Ну вот мы батюшке это и сообщим. А индекс надо? Нет. А еще индекс-то зачем нам? Не нужен. Ладно, там видно будет с индексом. Индекс это письмо писать, когда. Так вот, мы говорили об этом. Вы сами обсудите. Что если вам ехать, то ехать одному. Или там может ребенка, он учится еще ребенок-то. Чтобы вы на месте сами посмотрели. Да. И назад уже не ехали. А дали сигнал. И кто останется, он собирался и ехал. Чтобы деньги-то не тратить. Вот обговорите этот вопрос у себя. А как я поеду-то одна, допустим? Это очень реально. Ну допустим, вы одна, допустим. Вы приезжаете к нам. И вы здесь остаетесь. И скажете, что я довольна всем. Или я не хочу здесь быть. А он останется. Если нормально все, он погрузится с ребятишками и приедет. И все. Он один там все сделает. Одному с детишками точно не справиться. Не справиться? А помощников-то нету. Знаете, как трудно. Нет, невозможно. А вы когда поедете с собой, возьмите двух маленьких. Когда поедете, двух маленьких с собой возьмите. Которые не учатся в школе. Ну ладно, мы подумаем над этим. Если решимся. Я уезжал в другую республику. И мне племянники были маленькие, дошкольники-то. И несколько человек, и я с ними ездил. К нам в лагерь едут. Иногда привозят до десяти ребятишек. А едут через всю страну с Украины. Ну у нас отовсюду в лагере-то. Ну я когда сюда... Вот вы подумайте, как что... Я когда сюда из города переезжала, я там... Ну вот, чтобы вам деньги зря не тратить. Лучше было бы, если бы вы приехали. Вы по-хозяйски посмотрели. В доме как что, огород. Заранее все. Поехала только с собой, взяла ребятишек и семена. Какие там есть самые. А самое тут все это найдется. Мы тут закажем. Картошка найдется? Найдется. И картошка все. Еще нам надо... Сказь... Вот. Мы тут объявим... Все, это такое... Ну мы все на продаже. Вот у вас с домом непонятно. Мы все выставляем на продажу. Да. 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 Вот так. Ну, может и не получится, если его продать. Не знаю. Родители вроде не хотят сюда переезжать, пожить. Мама... Ну как бог... Может они и соберутся. Возьмут и соберутся. А у вас никого нет, кому оставить, чтобы они продали? Кому-то доверенность оставить? О-о-о... Отсюда ему дадите тогда позвонить и скажете, я всем довольна. Чтобы не было так, приехало, что-то не по-вашему, ну и все. Чтобы вы увидели... А это сколько на дорогу надо еще почитать надо? Ну вот на дорогу, чтобы туда-сюда не ездить. А мы ваши деньги бережем. Большие деньги. Это большие деньги. Конечно, конечно. Каждый рубль надо беречь. Да. Столько ребятишек. Вот я насчет лета, я уже сказал, в лагерь я ребятишек беру. Ладно, все, поняли. Низа! А, Игнать Тихонович, вам еще написать дополнительно-то еще адрес вот это? Или уже не надо ничего? Да нет, это... На всякий случай не надо? Адрес можно написать. Вы... На вашем... Листик-то в mail.ru. Там напишите мне все, повторите. Да. В моем мире. А, ладно. В моем мире мне напишите. В моем мире? А устав, все, я вам здесь напишу. Пойдем в скайпе внизу. Напишу, где. Чтобы вы могли просчитать. Это на нашем скайпе. Вот так. Мы уже с батюшкой говорили. Ясно. Обговорили, сейчас и звонит. Он уже беспокоится о вас. Это офис Аким, о вас звонит. Видите как. Он вам позвонит. Ага. Вы уже переговорите. Хорошо. Хорошо. Потому что это не просто так вас звонит. Мы должны взять заботу о детях, о вас. Потому что пока вы на ноги встанете. Вот у нас-то все приезжали. Спасибо, Христос. Первые мы приехали. Ничего нет. Ни электричества. Мы покупаем керосин, флягу. Купили лампы. Лампы обыкновенные. Семилинейные. Люди приезжают. У нас ничего нету. Мы глину копаем. Верхний слой убрали землю. Глину. И ногами топчем ее. Да. Ни коровы, ни лошади. Ничего нету. И уже в первый год у нас все было. Батюшка привез курочек. Курочки были несколько штук. Да еще привез таких бентамские. Маленькие, как голуби. Такие бывают. Ясно. Смелые. Смелые. Вот. Ну, как шел Ермак, Хабаров. Они приезжали на новое место. Строили острог, строили храм. Россия-то как заселялась-то? Никто же еще не готовил. А теперь-то легче. У нас все есть. У нас и вода есть. И пруд запрудили. Есть откуда воду качать на огород. Шланги уже достали. Ну, то есть, электричество есть. Видите, как. Школа есть. А то у нас ничего не было совсем. Ну, на новом месте. Где? В 91-м году мы начали. Все. Я тут нашла фильм про вашу деревню, смотрела. Ну. Какой? Где вы заходили к семьям. Вот к Игорю Барабаш. Да. К старости. К ним заходили. Потом следующая семья была. Ой, а я вот уже и забыла. Усиновы? Усиновы? Наверное, да. Понравилось? Да, да, да. Вот у них вы были. Да, да, понравились. Как они справляются? Столько коров. Ой, да, да. Я вот вообще поражена была с таким количеством хозяйства. Как можно справляться? Справляются? Лично я в шоке. Такие же люди, как вы. Такие же. Так он ни в чем не имеет недостатка. Вы видели, как у него в доме? Как он живет? Так да. Да, конечно, видели. Ну вот. Я себя пока в такой роли, в такой вот не представляю. Чтобы такое количество держать в кота. Ну это не у всех так. Это у него одного. У других там по две, по три коровы. Но одна корова, это вашу семью, это мало. Одна корова, это мало. Надо несколько коров. Да у нас одна кота. И то, и то вроде. Ну мало, конечно, молока. Да. Все. Ладно. Ой, Игнатий Тихонович, пожалуйста, помолитесь за усопшую, новоприставленную Александру. А кто это такая? У моей подружки бабушка умерла на Украине. Александра, она верующая была? Да, верующая. Да упокоит ее Господь в обителях небесных. Вот так. Да. Мы верим. Что-то тут я не вижу, у меня погасло, что-то нету совсем. Вам меня не видно? Блоховато, вы размытые у нас. Очень мутно. Вы у нас размытые. Ну это ваш интернет. Да. Только что разговаривал, прекрасно видно было. Это у нас в деревне. Рот, ты чего не закрываешь? Рука, закрой ладошкой рот. Вот так. Ладошка. Кто? Вы вон сзади-то. Вон. Она, у нее нос не дышит, болеет. Да, болеет. А то мы учим, когда позевает, рот чтобы закрывали. А, назевала, да? Может быть. Я тоже учу, а они все равно не учатся. Вот так. У нас можно закупать гусят, цыплят. Это все можно. Овечек, овечки есть у тебя. У тебя есть шерсть. Можно валенки даже скатать дешевле будет. Ну можно и купить. Ну люди-то живут. Это не север. А сколько севернее нас? Ты посмотри. Да. У вас зимы не такие суровые, нет? Ну сейчас нет. Не по 40 градусов? Нет, нет. Нынче даже ни разу 40 градусов не было. 32, кажется, было и все. Ну как у нас. Ну да. Погода сильно изменилась. Вот вчера батю нам об этом говорил. Вот так. Игнатий Тихонович, как к вам относятся-то сейчас? Народ-то... Ой, я тут залезла в форум. Ой, Господи помилуй. Сколько грязи льется. Спаси и сохрани. Это нормально. Нормально. Потому что Господа... Да я знаю, что... Господа мы распяли, распяли. Апостолов казнили. А мы кто такие? Так и должно быть. Если бы мы говорили по-мирски, то мир бы слушал вас, Христос говорит. А мы не от мира. И поэтому мир к нам так и относится. Что спрашивать? Но сколько хорошего пишут друзей, сколько у нас. А без врагов вообще христианства никогда не было. Вы фильм смотрели, Кама Гридеши? Кама Гридеши? Смотрели? Плохо, как сын. Кама Гридеши? Ой. Нет? Да, да. Ну вот. Я читала и смотрела. Вот смотрела, не помню, всю ли. А вот читала, помню. Ну вот. Что спрашивать-то? Ой. Кстати, Тихонович, вы у нас совсем пропали. Нам не слышно вас. Мы вас не слышим. Ну все, ладно, давайте тогда. Выключайте. Все, выключайте. Хорошо. Ладно. С Богом, до свидания. Ладно, с Богом. Надо же так. В прошлый раз лучше было, нормально вроде бы. То ли не погода влияет, или что. Это у меня сколько они сейчас порубыли? Это здесь, это недалеко. Но. А они пробыли 27 минут. Вон какое дело-то. Ну ладно, во славу Божию. С батюшкой. Божию. Продолжение следует...